История этого фильма началась с того момента, как журналист Александр Анитов нашел в семейном архиве 150 писем Арсения Благонравова, двоюродного брата своей бабушки, пропавшего без вести фронтовика. С коллегой Евгением Баранцевым на основе писем Александр проделал большую работу, восстановив путь солдата из Рязани к месту, где обрываются все данные о нем. В соавторстве они написали книгу, которая легла в основу короткометражной документально-художественной драмы «Дорога домой». Долгая работа проделана, и сейчас, когда итог уже вынесен на, скажем так, суд зрителей, что чувствуете вы как автор? Ну, во-первых, естественно, мы чувствуем, я буду говорить за наш весь творческий коллектив, поскольку не я один работал над фильмом, удовлетворение, поскольку действительно практически два года работы, там полтора года съемок, плюс предварительная работа, плюс постпродакшн, все-таки это много, и мы рады, что наконец-то мы представили фильм зрителям. С другой стороны, конечно, сейчас, когда мы видим общий результат, мы видим те огрехи, которые есть в фильме. Хотелось бы, естественно, сделать фильм еще лучше, поскольку нет предела совершенства, мы прекрасно это все понимаем. Еще один нюанс – это, да, состоялась презентация, да, мы все довольны, презентация прошла успешно, но фильм, любой фильм нужно донести до зрителя. И вот этот аспект, он сейчас занимает большое время в нашей работе, то есть у нас подготовлен план на работы с этим фильмом по районам Рязанской области, по площадкам на территории областного центра, то есть в Рязани, плюс даже уже есть график выезда в Московскую область, то есть обширная, довольно-таки такая культурная программа для жителей нашего региона, для жителей ближайших регионов подготовлена. Вот, и, в общем-то, вот этим вот сейчас мы занимаемся. Работа над фильмом 31 минуту идет. Работа над ним шла больше двух лет. И многое скрыто, скажем так, от зрителя – это долгие часы в архивах, поездки, командировки, постановочные сцены в художественном фильме. Что для вас было самым сложным из всего пути проделанного? Ну, вообще, наверное, сложнее всего было собрать людей на ту или иную художественную сцену, поскольку... Документалистика как журналисту близка, а вот художественная, наверное, да, в этом загвоздка. Ну, документалистикой проще в том плане, что, в общем-то, большого количества людей не нужно. То есть ты, камера, ну и какой-то респондент, с которым ты общаешься. А вот эти вот художественные вставки, которые мы делали, они требовали и главного героя, которого наши зрители увидят еще сегодня в программе, и, скажем так, второстепенных героев, и массовку, и какие-то там создания атмосферы войны, то есть там взрывы, не там техника военная, или там создание атмосферы военного госпиталя, да, а все это требовало огромного количества звонков, состыковок, и иногда просто, ну вот, допустим, там в сцене участвует 20 человек в той или иной степени, там за кадром или в кадре, плюс мы получаем, ну, допустим, помещение, да, для съемок больничной сцены, там 19 человек могут приехать, все, всех состыковали, а один отказывается, ну, потому что все же это дело делалось на добровольных основах, то есть никаких там гонораров никто не получал, вот, у всех была какая-то основная работа, а это был как бы вот такой досуг, хобби. И вот, например, один из 20 человек отказывается, и получается, сцена рушится, приходится переносить сцену на следующий день и опять договариваться заново с теми, с теми, с теми, и вот это вот вызывало, конечно, много проблем, но в конечном счете мы справились. И хотелось бы, на презентации это отмечали, уже многие наши коллеги написали о значимости этого проекта, проекта на самом деле гораздо важнее, чем можно подумать. Вы вернули пропавшего без вести солдата на родину, можно сказать, спустя 80 лет. Такое, скажем, глобальное свершение в жизни журналиста требует повышения планки? Что дальше? Да, наверное, требует, потому что работа над фильмом открыла новые возможности, ну, в каждом из нас, наверное, но при этом открыла и новые потребности. То есть, снимая документально-художественный фильм, мы вдруг поняли, что, ну, у нас более-менее получается, и мы сделали такой проект, который в Рязани ранее до нас никто не делал. Поэтому хочется двигаться дальше и сделать следующий проект, который уже будет выше и интереснее нынешнего нашего. Ну, возможно, будет это полнометражное кино, но пока говорить рано о каких-то конкретных вещах, да, то есть, мы все в восторге от этой работы, от того, что получилось, несмотря на те грехи, которые там есть, да, но все равно мы в восторге, мы в восторге от наших актеров, от нашего главного актера Вячеслава Журавлева, от нашей команды, как нам работалось, как нам было комфортно. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели этот фильм с хорошим звуком, поскольку музыка для этого фильма, она, как мне кажется, великолепна, написана нашим режиссером, он же наш композитор Дмитрий Просуков. И финальная вот сцена, финальные титры, финальные мелодии просто вызывают такое трогательное состояние. Кто-то плачет, кто-то просто иначе начинает воспринимать прошедшую войну. Поэтому хочется, чтобы вы досмотрели кино до конца с хорошим звуком и получили массу приятных впечатлений. Режиссером фильма стал Дмитрий Просуков, он же написал музыку, оператором Сергей Карпов. Актеры в художественной части непрофессиональные, кроме Вячеслава Журавлева, который сыграл главного героя. Вячеслав, сыграть героя, ведь каждый солдат Великой Отечественной войны – это герой, мне кажется, это большая честь для любого актера, но и большая ответственность, с которой не каждый справляется. По моему скромному мнению, у вас получилось настолько достоверно, что хочется задать вопрос «как?». Как вы это сделали? Вообще мы с Арсением очень близки в плане своего, наверное, такого отношения к миру. Мне не приходилось нарочно себя вгонять в предлагаемые обстоятельства, когда мы с однополчанином идем по полям из точки А в точку Б для подзарядки нашей станции. Он же был связист. И любоваться видами вокруг, несмотря на то, что ты находишься внутри вот этой страшной мясорубки, войны, то есть какой-то такой присущий ему романтизм, это мне тоже близко, поэтому, как сказать, характер попал мой в него. Поэтому это было удовольствие, наверное. В плане, да, сыграть героя очень много сил внутренних придает осознание того, что ты играешь и проживаешь сейчас в кадре жизни не просто какого-то придуманного персонажа, а это реальный человек, и это вот какая-то особая энергетика тебя берет в процессе. Ты действительно в какой-то момент впадаешь в такой очень правильный, очень нужный актерский транс, когда ты забываешь, что ты на площадке. Тем более, если это сцены такие, как вот сцены экшена с обзрывами, когда тебя уже и психофизически там закладывают уши, ты действительно веришь в то, что ты находишься в реальных каких-то вот этих действиях. Осталось практически сокровище, да, можно сказать, это письма Арсения, с которыми вы, в частности, знакомились, и для того, чтобы и в роль вжиться, и понять характер. Расскажите, что вас впечатлило больше всего в этих письмах? Я их, когда мы связались с Женей и Сашей, они сказали, что точно все будет, это работа. И я взял книгу, и в первую же книгу, мне скинули письма в электронном виде, я в первый же вечер все их прочитал залпом. То есть как-то не растягивалось у меня это. Я сел и просто не мог остановиться. Я не могу выделить, наверное, какое-то конкретное письмо, которое бы меня цепануло больше остальных, но меня очень сильно в процессе чтения ко мне накатывало такое чувство, осознание. Ну, чем дальше ты движешься к финалу этих писем, ты же знаешь, что там будет, тебе уже заранее все рассказали, пропал без вести, и это вот какое-то, ну, не знаю, предвкушение чего-то большого, чего-то страшного, очень сильно погружаешься туда из-за этого. Я, наверное, правильно сделал, что прочел их сразу все, потому что очень четко видно в письмах взросление Арсения, как он меняется. Ну, и, конечно, да, наверное, самые трогательные вещи – это ближе к финалу, что он переживает за родителей. Вот эти его фразы «продавайте все к черту», «не думайте вообще обо мне», «думайте о себе» какая-то такая очень… Ну, да, вот это, наверное, и есть героизм, о котором мы говорим. Пусть он не такой герой в привычном понимании, который там грудью бы закрыл пулемет, я не знаю, да, бросился с одной гранатой на танк. Да, то есть, что есть героизм? Не хочется уходить в пафос, не хочется уходить, знаете, в такую, что это жертвенность, что это… Но, наверное, абсолютно искреннее желание действительно делать не для себя, а для других. То есть, он в каждую-каждую минуту думает о своих родных, находясь там даже за 2000 километров от них, среди этих бараньих львов на севере. Меня это очень трогает. Если для Александра и Евгения это большая журналистская работа, для Александра это вообще и такая, скажем, можно сказать, родовая задача, потому что это его родственник, то для вас, как для актера и как для человека, для мужчины, который возрастом совпадает с вашим героем, какие дальше ставит это цели для вас? Я тоже взрослел, наверное, вместе с Арсением. Когда я первый раз приехал на съемочную площадку, для меня это было скорее вау. То есть, это какой-то интересный опыт. Я не знал еще, насколько это будет большой проект, но это было так по-мальчишески интересно. Мы там сидим в блиндаже, в военной форме. А с ходом работы, да, я начал понимать, что это большой проект, который принесет мне большое развитие. Ну, во-первых, это опыт. Я рад, что у нас, благодаря Жене, Саше, что такой проект сложился у нас, здесь, в Рязани, потому что участвуешь в этом и понимаешь, как ты растешь. Можно бесконечное количество книг прочитать по актерскому мастерству, сходить на миллион тренингов к самым разным, даже очень хорошим мастерам. Но вот все равно, ты на практике, в поле, так сказать, набиваешь шишки, начинаешь чувствовать профессию. Ну, а второе, я очень, да, надеюсь, что, может быть, это поможет мне в моем актерском продвижении в дальнейшем. Да, господи, у меня в портфолио такая махина теперь лежит. Это дорогого стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова